Что с российскими клубами? Какие из них, как ты считаешь, могут схлопнуться первыми? Рохлокомотив, Рубин. 42 миллиона фунтов истрачено на агентов. И вообще есть сомнения в том, что сезон будет возобновлен. Всем привет! В эфире еще один проект спорта день за днем под названием Коронабизнес. Сейчас вы все уже на третьей неделе самоизоляции. Я думаю, что к этому моменту у всех уже мысли бегут в разном направлении. Впереди собственных инстинктов. И всем хочется что-то срочно придумать, что-то срочно начать делать. И перестать потреблять пищу вместе с напитками. В том числе развиваются сейчас различные бизнес-проекты. Ну или многие из них делают, лучше развиваются. В этой связи мы каждую неделю с моим другом, руководителем Международной школы спортивного менеджмента Максимом Билицким будем обсуждать всякие проблемы из этой сферы. Кто прозорился, кто обогатился, кому будет хорошо, кому не очень. Ну, Максим опытный человек в этой сфере. Когда-то поднимал фунтовый клуб Москва. И думаю, что он сделает так, чтобы нам с вами было весело. Максим, привет. Как ты там, что ты делаешь? Смотришь ли ты чемпионат Беларуси или развиваешь какие-то серьезные стратегические проекты? Чемпионат Беларуси я смотрел для того, чтобы у меня было представление об уровне игры. Представление не очень хорошее, вернее, не представление, а уровень. Поэтому больше 20 минут за ужином я не выдержал. При всем уважении, то, что молодцы, что продолжают. И вроде никто не заболел. Что касается того, чем я занимаюсь, это продолжающиеся проекты, которые, несмотря на переход в полный дистант, они продолжаются. И в частности, мне очень повезло то, что международная школа оказалась нужной такому огромному гиганту спорта, как Москомспорт. Это комитет по спорту города Москвы. Их отделение, Московский учебно-спортивный центр, готовит огромное количество специалистов. И я конкретно участвую в повышении квалификации большого количества народу. Это и директора, и заместители директоров школ, и тренеры. И мы уже третью программу за период 16 марта делаем по улучшению качества оказываемых услуг в спортшколах города Москвы. И примерно такой цель повысить проходимость, повысить трафик, то есть повысить привлекательность. Очень интересная программа, которую мы делаем. Слушай, то есть получается, что вот то, что не было совсем недавно востребовано вообще, ну, во всяком случае, как многие говорили, то есть сейчас вот с приходом вот этого всего тотального коллапса, оно оказалось нужным и необходимым. Я правильно понимаю то, о чем ты сейчас поведаешь? Эта программа, она должна была быть исполнена в единственном тираже, в одном экземпляре. Она началась вообще в классах Московского учебно-спортивного центра. Но прямо 16 марта, когда у нас первый учебный день пошел, уже возникла необходимость в конце дня перевести все онлайн. И поэтому мы с нашей платформой и все преподаватели, которые в этой программе фигурируют, мои коллеги, они либо преподавали в международной школе, преподают, либо они учились. И это оказалось очень интересно. А это были вебинары тогда, насколько я помню? Это все вебинары. И у нас тематика, она немножечко отличается от традиционных курсов международной школы, эта тематика, она ближе к тренерам и к спортивной работе. Но все равно сквозь призму нашего опыта мы и таким людям, как тренеры и руководители, заместители школ, даем эти знания. Это и маркетинг, это и передача опыта частных детско-юношеских школ. И мне очень приятно, что у нас два преподавателя из Питера. Один – это Кристина Ганетецкая. Она является одним из руководителей спортивной школы, заслуженного мастера спорта по фигурному катанию парника Александра Смирнова, школа «Мастер». Она фигурирует тоже в качестве преподавателя и рассказывает очень много об этой школе. Второй человек преподает курс СММ, это Игорь Смирнов. И он работает как раз-таки человеком, который занимается новыми медиа в Балтийской футболе. Сейчас говорят, что планировать вообще ничего невозможно, никто ничего не планирует, все рассчитывают только на сегодняшний день. А вот ты и твои партнеры как ведут себя в отношении будущих бизнес-проектов? Если говорить в целом, то мои проекты сейчас все активны, то есть у меня нет никаких приостановок. Мы с Балтийской лигой сейчас занимаемся планированиями различными следующего сезона, обсуждаем различные варианты активности на период онлайна. Единственное, что сейчас не происходит, это встреч нету, но все, в общем-то, перенесено онлайн. А с точки зрения школы тут все ясно, я уже ответил. Мы от этого только выиграли, хотя, конечно, выиграли – это очень плохое слово в данной ситуации. Его, наверное, не стоило произносить. Тем не менее, скажем так, польза от нахождения людей дома, она как раз-таки и сводится к тому, ты, наверное, заметил, огромное количество организаций, в том числе и в спорте, полностью перешли в режим эфиров, стримов, курсов. Даже фитнес-центры дают тренировки дома и так далее. Ну, смотри, я тебе недавно, мы с тобой переписывались, там, два дня назад, ты мне написал, что я смотрю вебинар. Я вот, например, сейчас просто разрываюсь между количествами этих вебинаров, которые сваливаются ежедневно, ежечасно, ежеминутно на голову. Как ты выбираешь себе то, что хочешь посмотреть, то, что тебе нужно посмотреть? Действительно, когда возникла угроза, уже когда она становилась более и более явно, я задумался, чем я хочу заниматься в этот вынужденный период простоя. Помимо основных проектов, время все равно появляется, несмотря на то, что ты раскидываешь дела, и не просто раскидываешь, а ты можешь заниматься ими целый день. Мое естественное продолжение, скажем так, деятельности – это именно история с онлайн-обучением. Я хотел бы лучше понимать, лучше знать специфику онлайн-образования, причем меня интересует не только организационный аспект, управленческий и маркетинговый, но меня еще интересует построение самих курсов, потому что сейчас международная школа, когда возникла, ее идея была просто перенести обычные лекции, которые проходят в классах, делать это в том же формате. Это не совсем верно сейчас. Люди онлайн получают контент немного по-другому, и задача есть, во-первых, сократить и сжать до голой конкретики все курсы, во-вторых, придать этим курсам еще обязательный элемент выполнения заданий, давать людям документы, которые бы им могли помочь реально, типа список дел, как сделать это, как начать вести соцсети, вот такие вот конкретные знания, потому что люди не могут на 100% уделять свое внимание лекции, которая идет в онлайне, 3 часа. Поэтому дальше развитие мое, оно неразрывно связано со спецификой онлайн-образования, которой я хочу заниматься и дальше. Вот буквально вчера было выступление министра спорта, который заявил, что в любой момент, при любой ситуации, ну, может быть, не совсем прямо при любой, но Россия готова протянуть руку помощи международным организациям, которые будут испытывать проблемы с проведением определенных турниров, каких-то там соревнований международных запланированных на ближайшее время на своей территории. Буквально вот до, когда там, до начала объявления вот всего вот этого вот оврала, комментатор Черданцев сказал, что да, что, собственно, мы давайте Евро 2020 вообще проведем у себя, мы готовы его хоть час принять, когда еще Россия не собиралась закрываться. Титан Журова вчера в интервью изданию, также тебе известному, «Скор день за днем», сказала, что привела пример, что Токио в 2011 году, когда не смог провести чемпионат мира по фигурному катанию и перенес его в Москву. Скажи, пожалуйста, а почему мы такие вот уверенные в том, что мы очень скоро все вернем в оффлайн? Мне кажется, любые заявления, которые касаются готовности страны принять крупнейшие международные старты, это неуместно, опрометчиво и даже глупо, потому что у нас наверняка появится и уже появляется огромное количество дыр у самих людей. Это, не знаю, сколько процентов компаний, предпринимателей, да и обычных людей теряют деньги, находясь дома. И бюджет страны, а речь идет в первую очередь о использовании бюджета государства и городов, потому что крупные международные старты, они никогда в нашей стране не проводились на частные деньги, на 100%. Это невозможно, этого не может быть ни в одной стране мира. Поэтому первая задача государства, я считаю, не проводить евро вместо других стран, а помочь своим людям. И официальные лица, которые это говорят, я считаю, что они не имеют права это говорить, это недопустимо. А что касается известных журналистов, то тут можно только посочувствовать такой точке зрения. Журналист, как правило, должен быть суперосведомленным человеком и суперответственным, когда он несет такую информацию. В случае с уважаемым комментатором это тоже не признак большого ума. Бельгийский стандарт недавно уже объявил о том, что они все, что они закрылись. Куча клубов сейчас по всему континенту тоже близки к тому, чтобы объявить о банкротстве. Несмотря на то, что там объявляется, что по всему миру не только у нас говорят, что банкротиться нельзя. Что с российскими клубами? Какие из них, как ты считаешь, могут схлопнуться первыми? Ну, видишь, уже дальневосточные клубы стало трясти. Пол и хоккей – это беда, к сожалению. Потому что я знаю, что «Адмирал», например, очень показывал хороший уровень хоккея и стучался в двери плей-офф и обыгрывал лидеров. Это, конечно, очень печально. Может быть, конечно, КХЛ спасет, как это было со многими другими клубами. Но, возможно, у КХЛ самой могут быть проблемы. Я имею в виду, что не то, что недостаточность финансирования, а явно недополучение доходов. Поэтому, в принципе, и, опять же, бюджетные деньги не обязаны спасать. Я думаю, сейчас первая задача – это вылечить всех, кто заразился. Это задача также и доплачивать людям за то, что они теряют работу. Уже профессиональный спорт, к сожалению, как пойдет. То, что это происходит по Европе, это тоже большая печаль. И даже у Барселоны, как ты знаешь, есть сейчас огромные проблемы и политические, и зарплатные. Германия, наша любимая, я пока не слышал, может быть, не очень внимательно слушал, что там что-то происходит. Хотя я знаю, что в Санкт-Паули я очень удивился. Уже объявили, что Бундеслига может стартовать 2 или 9 мая. Я увидел случайно, подписанно в Санкт-Паули, то, что они начали тренировки по маленьким группам. Их тренер сказал, что в этом ничего плохого нет, что соблюдается в полный режим. Первое это бросилось в глаза пару дней назад. В Фейсбуке я вижу, что в Санкт-Паули тренируются. Причем фотографии явно не дома у игроков и не где-нибудь на площадках в городе, а именно на базе. Они тренируются на Коллау. У них там в Гамбурге стадион, на котором они тренируются. Это не база. Очевидно, это было оттуда снято. А как ты думаешь, это может быть фейк? Нет, конечно. То есть, это собранный фейк. Но больше не фотошопом, а вот просто они вышли, провели такую акцию. В Германии в этом отношении никакой опрометчивости не наблюдается. Коллеги мои говорят, что они очень осторожны. И там такое просто недопустимо. Ты сам понимаешь, при всем уважении Италии и Испании могло бы такое быть. Ты знаешь, что уровень разнузданности футболистов в Германии весьма низок по сравнению с другими странами. Потому что там уровень общественного самосознания и печальное наследие немцев не позволяет людям выпендриваться слишком сильно. Поэтому я думаю, что там все под контролем. Это точно. Потому что не все сейчас, даже очень малое количество людей, помнит о том, как Германия вылезала из тяжелых ситуаций вплоть до 70-х годов. А что насчет того, что происходит в Германии? Я тебе расскажу. Шальке просит в виде петиции, в общем-то выброшенной в массы, своих болельщиков отказаться от претензий, частичной претензии на возвращение денег за абонементы в случае, если они не доиграют все-таки этот сезон, если оставшиеся четыре матча домашние, которые Шальке предстояло сыграть. Шальке, как ты сам знаешь, это клуб с огромным количеством долгов. Причем там резервов никаких у них нет. Это не только Шальке. Это как пример чего-то такого глобального, потому что есть по домене глобальные клубы. Они борются с этим уже больше 10 лет, с наследием Руди Асаура. И вот они просят сейчас болельщиков уже пойти на уступки, для того, чтобы они отказались от части своих претензий за нереализованные абонементы. Слушай, ну я думаю, что болельщики, с одной стороны, поймут, а с другой, клуб вряд ли оставит их добрую волю без какого-то вознаграждения, может быть, через что-то еще. Так и есть. Я думаю, что у традиционных клубов, у традиционных Ферайн, у них отношения с болельщиками бывают как добрыми, так и достаточно напряженными. Причем иногда клубы у Давы вынуждены уступать. Ты вспомнишь, что творилось в Гладбахе, когда была просто война болельщиков против клуба буквально пару сезонов назад, когда жаловались игроки, когда жаловался Зоммер, Ларш Тиндель, когда они ходили в Толту разговаривать, это было до Марка Розы. Сейчас, к счастью, все в порядке. В Нюрнберге история тоже довольно серьезная. Там болельщики под давлением уговорили клуб, ну давили, уговорили клуб сменить название стадиона на историческое, на Максмордукштадион. Ну вот и так далее. То есть я думаю, что плюс, но, опять же, сами болельщики, они очень сознательные. И они на фоне последних событий, которые были перед коронавирусом, когда Дитмар и Хоппа просто сделали героем новостей, мне кажется, по всему миру, болельщики традиционных клубов, они сейчас захотят воспользоваться и показать, что своих не бросаем. А если сейчас Спартак попросит своих болельщиков отказаться от чего-нибудь, чего будет, как думаешь? Слушай, в данном случае они попросят меня, потому что у меня с дочкой абонементы, и я задавал этот вопрос уже коллегам из клуба. Но пока, насколько я знаю, не было принято никаких решений. В случае, если попросят отказать, ну, слушай, я думаю, что тут вариантов немного. Придется уступить, потому что дальше вообще есть сомнения в том, что сезон будет возобновлен. Я думаю, ну, мне как бы придется уступать. Ну, то есть ты вступает в дело теория общественного договора в чистом своем виде? Ну, в общем-то, да. Я тоже думал о том, что будет, потому что мы пропускаем, по-моему, пять домашних матчей, оставшихся среди которых «Локомотив», «Рубин», довольно интересные игры, да. Вот. И что будет вместо, сказать пока сложно. Ой, зная, что сейчас сокращаются зарплаты, «Спартак» в имиджевом плане. Думаю, что он лидер в данный период, потому что они очень много активностей запустили. Игроки пошли навстречу первыми, и не было никаких в прессу, по крайней мере, передано никакой информации. Я даже не вижу никаких инсайдов у Карпова или у каких-то других коллег твоих. Карпов занялся надаром. Да, теперь, ну, просто спросил, да, тех, кто его читает, кем еще заняться. Вот. «Спартак», в общем-то, безупречно повел себя. Игроки повели себя безупречно. Они все, и Джики Соболевым, которые играли в киберфутбол, и Репроуф, которые постоянно делают какие-то уроки по физподготовке, и вообще очень много благотворительности сейчас делается. Они молодцы. Вот. И Федун тоже выступил очень хорошим интервью. Илье Даронову, моему приятелю из РБК, вот, когда его тоже спрашивали, конечно, про «Спартак», то, что нет доходов. Вот. Я думаю, что мы все поймем. Большая часть болельщиков поймет. Настоящий. А ты обратил внимание, кстати, как изменился образ, имидж, облик Леонида Федуна вот тогда, когда футбол исчез? В том числе и из его жизни. Ну, как изменился? Понимаешь, у человека две беды одновременно пришло, да? Нефтяной кризис и коронавирус. То есть, недополученный доход и там, и там. Причем, сам понимаешь, если речь идет о нефтяном кризисе, то тут уже «Спартак» это самая малая доля того, что может быть. Он как раз-таки озабочен серьезной ситуацией. Я это интервью посмотрел целиком по РБК. Ну, он был озабочен. Он говорил абсолютно понятные вещи. При всем, при том, что многие ставят под сомнение его компетентность как руководителя «Спартака» или как владельца, да? Что довольно любопытно, мягко говоря. Ставить под сомнение его компетентность как одного из руководителей крупнейшей нефтяной компании страны и одной из крупнейших в мире никто не будет. Он говорил абсолютно разумные вещи, что мы... Но, самое главное, мы преодолеем, он сказал. Мы это все пройдем. Ну, хорошо, дай бог, он же все-таки... Ему есть основания доверять в качестве информированного источника. Ты как думаешь? Вот ты упомянул сам киберфутбол, да? Киберспорт любой. Ну, окей. Но это не фазовый ли продукт? Вот смотри, сейчас мы просидели неделю, две, три. Сейчас поиграл там Дзюба, там, я не знаю, с Тамболом, там Тамбол с Дзюбой, потом еще кто-то с кем-то. Ну, неужели можно девять месяцев играть в киберфутбол? Ну, по-моему, можно просто поехать, как принято говорить, о, как ты говоришь, у моих коллег кукухой, и все, на этом кончится. Знаешь, я тут как раз-таки, во-первых, я вел онлайн, я забыл об этом сказать, то, что по приглашению Артема Милакова и сообщества «Спорт как бизнес» я вел онлайн по киберспорту. Мне самому интересна стала эта тема, и я смотрел интервью одного из ведущих, наверное, менеджеров в мировом кибере, это руководитель немецкой СК «Гейминг», руководителя ESL, Electronic Sports League, и он сказал, что мы видим, что цифры наших просмотров и посещений наших турниров выросли в два раза из-за коронакризиса, и он, правда, сказал, что это не принесет нам каких-то молниеносных доходов, но это, безусловно, вложение на будущее. То, что в наши игры, там не только FIFA, там вот эта вот, у них серия турниров, которая ушла полностью в онлайн, там, в первую очередь, Counter-Strike, КС, да, и он сказал, что интерес очень большой, то есть это даже не FIFA. Игроков в FIFA гораздо меньше, не говоря уже об остальных играх, просто в тот же NHL или NBA или Формулы играют единицы. Но, тем не менее, хотя бы чем-то заполнять. Кстати, Спартак и тут оказался на высоте, потому что они сыграли с клубом 100 мил, да, Ковалевский, и потом они сыграли с ЦСКА и были на Матч-ТВ, где наши с тобой друзья Черданцев и Генич тоже себя проявили не лучшим образом. Генич позволял себе в отношении Федора Чалова, мне кажется, просто невоспитанность и откровенное хамство во время этого эфира. Плюс они еще их не подготовили, как играть в футбол на приставке. Вот, кстати, а вот это самая большая проблема. Вот, допустим, ты хочешь объединить какое-то сообщество, которое будет играть в какую-то там условную игру. Неважно, Counter-Strike это будет, или футбол, или баскетбол, или подкидной дурак. Но тебе же нужно, по идее, удостовериться в том, что все они умеют играть, у всех у них есть желание, возможность там так далее, скачивать эти игры, приобретать их и так далее. Насколько для спонсоров потенциальных или просто партнеров проведения этих мероприятий это может стать проблемой именно технической организации? Для того, чтобы начать какой-либо турнир, более-менее серьезный, ты должен провести целую серию онлайнов, где любой человек, кто хочет, может участвовать. И победители таких онлайнов, таких, знаешь, зональных турниров, как Кожаный мяч, любой человек мог собрать детскую команду по футболу и сыграть там во дворе, или Золотая шайба. Но побеждать это все равно там сильнейший. То есть это вопрос организационный. А массовость как раз-таки, если ты проводишь онлайн-турниры, где мы с тобой можем заявиться и пойти играть, то таких, как мы, может быть масса просто из тупого интереса, вызванного бездельем и желанием убить время. Поэтому тут серьезных проблем нет. То, что абсолютные коллеги будут играть в каких-то предсказательных турнирах, потому что опытный, хороший организатор, он обязательно сделает 25 онлайнов до этого, где люди будут выходить из дома, а потом уже он будет вкладываться в проведение какого-то турнира, покупать камеру серьезную и там организовывать серьезный стрим на Твиче или где-то еще. То есть и в какой-то момент они будут, как ты говоришь, коллеги делать новую звезду? Ну, они могут сделать из коллеги новую звезду, но просто количество играющих сейчас таково, что просеять и отмести тех, кто играет хуже, очень просто сейчас. Главное просто бросить клич по нужным соцсетям, по нужным сообществам. И опять же, игры должны быть популярны, хотя, может быть, это шансы для других игр, которые не такие популярны. Например, НБА, кстати, чемпионат по кибербаскетболу, по-моему, начался, и там даже играет Дмитрий Кулагин из ЦСКА, настоящий баскетболист. Мы до кризиса такие сидели вальяжные и рассуждали, что вот английская премьер-лига это такой пузырь, у которого там рожа уже вот такая толстая, мы должны его, уже пора бы уже вот эту вот всю эту гадину задушить на корню, как говорил один известный человек. Правительство разных стран практически синхронно сейчас отправляет всех в отпуск. При этом многим частным бизнесменам, скажем так, которых в ВПЛ великое множество, говорят, оплачивайте своим футболистам его сами. Как эту ситуацию правительство стран могут использовать потом? И как это может повлиять на тот футбол, к которому мы привыкли сейчас и как он будет выглядеть дальше? Как ты считаешь? В Ниверпуле 42 миллиона фунтов истрачено на агентов. 44 миллиона фунтов у них там прибыли. Еще 310, по-моему, там миллионов у них выплачено на зарплату. Но это ж убыточный проект, нет? Ему же конец, по идее. Ну, слушай, дело в том, что как работает такой бизнес. Прекрасно знаешь, если есть недополучение, то кто-то из своего кармана это все закрывает. Поэтому, ну, кто владелец? Если владельцы банкротятся, соответственно, что первое, что мы делаем? Мы снижаем зарплаты. Потому что, смотри, весь этот рынок агентский, эти комиссии, эти бонусы при подписании, это все, оно же появилось из-за того, что деньги, которые оказались в руках тех же самых спортивных директоров, это деньги абсолютно легкие. Не то, чтобы они не заработанные, но они не объективные. Люди, это еще и, к сожалению, недостаток современного спортивного менеджмента, да, который надо искоренять. Это недорегулированность и непрофессионализм. Люди непрофессиональные у руля. И ты упоминал про долги Шальке, долги Гамбурга, которые тоже привели клуб в Бундеслигу и не вернули после первого сезона. Это все результат деятельности нерадивых боссов клубов, которые зачастую, к сожалению, сотрудничают с агентами. Как агентский бизнес уничтожить? Мне кажется, это невозможно, потому что ты все равно игрок это человек ведомый и он будет делиться, даже если запретят сам по себе статус агента. То есть его не будет вообще фигурировать нигде. Игрок все равно будет отстегивать. Кому угодно он будет отстегивать. К сожалению, это никуда не денешь. С одной стороны ты сказал, что это никуда не денешь, а с другой стороны все-таки мой посыл, что куча футбольных клубов не будет существовать, если все пойдет по логике, а не по той логике, которую тут задумал другой, то в принципе я получил положительный ответ. Слушай, существует вопрос с существованием клубов, это скорее он связан с тем, что ты говоришь про бельгийцев, у них доходы не очень высокие, продавать игроков на 30 миллионов каждый год невозможно, потому что это people's business, и у тебя может один возраст быть Санчо может быть в одном возрасте, а в другом возрасте не будет никого, и первый сезон ты продаешь, второй сезон у тебя мало возможностей кого-то продать, поэтому в стране в самой, что такое Бельгия, футбол довольно локальный, по европейским меркам, не знаю, какую позицию в коэффициентах Уэфа занимает бельгийский футбол, 10-ю, 12-ю, они иной раз Андеррехт, Генг или Гент или Брюгге, они куда-то выбивались, там, четверть финала еврокубков и даже там выше, страны маленькие, и они исключительно на своих талантах, на селекции могут выходить, кстати, по такой же модели ты знаешь, функционирует тот же самый Фрайбург или Аугсбург, который берет хорошего, и даже тот же Мюнхенгладбург, когда Эббер говорил, что есть три типа игроков, которых они берут. Это игроки собственной Академии типа Дауда, это игроки типа Вестергора, которого они купили у Бремена и дальше продали, и это игроки типа Ройса, который где-то в низших лигах в Алене был, да, замечен, потом воспитан. Вот, пожалуйста, тут нужно организовывать процесс селекции как следует и не замахиваться слишком сильно. Сейчас замахиваться на селекцию вообще бессмысленно, потому что по мячу не бьют нигде, кроме как в киберпространстве. Давай предположим, что мы, поскольку сейчас загадывать ничего нельзя, что мы будем с тобой каждую неделю обсуждать какие-то новости и обновлять собственную базу данных. Вот на данный момент по состоянию на 13 апреля 2020 года. Как ты считаешь, когда все-таки начнут бить по мячу вживую? Вот сегодня была новость, что Италия не раньше января вообще пустит со зрителями. Я верю в то, что при наличии необходимых мер можно играть на базах в отдалении и без зрителей, потому что меня вообще удивляет позиция многих спортсменов, что без зрителей играть как-то не так, не стоит. Блин, а за что тебя платят деньги? Какие источники дохода у большинства лиг? Телевидение. Соответственно, зачем нужны зрители для того, чтобы играть в возобновлять игру? Но в чрезвычайной ситуации тем более. Я бы очень хотел, чтобы лиги были доиграны, потому что один из моих любимых людей в футболе это Юрген Клоп. и рискует не выиграть Премьер-лигу. Это будет для меня прям очень обидно и для него тоже, я думаю, что очень сильно обидно. Понимаешь, потому что некоронованным чемпионом его провозгласят, признают, что он был сильнейшим, но титула-то не будет. Поэтому я очень надеюсь на то, что решение будет найдено и тем более сейчас во многих европейских странах пик либо наступил, либо уже прошел. У нас, к сожалению, ситуация обратная и у нас единственное, что можно сделать, это играть действительно где-то в каком-то регионе в полной изоляции, где нету, где меньше коронавируса. А Краснодарский край, насколько я знаю, там ситуация четвертая или пятая в стране. еще, конечно, вопрос большой касается всей обслуги, которая будет снимать, то есть ты без камер, без ПТС, без комментаторов с поля, ты вряд ли сможешь это все красиво преподнести. Но народ сейчас хлынет, он будет смотреть. Представь себе, что хотя бы какой-то чемпионат сейчас начнут показывать, потому же матч ТВ интерес будет колоссальный. Я думаю, тут же Бундеслигу, если она действительно 2 мая стартует, ее начнут показывать всю, потому что по матчу ТВ сейчас ничего нет. Белоруссия это отлично, я очень рад за них, но это уровень футбола очень низкий. Я смотрел и показывают сейчас исторические матчи, показывают те же самые передачи про Черенкова, но я вообще сейчас телевизор не смотрю, кроме редких выпусков новостей с Москвы-24, потому что меня интересует, что происходит в родном городе. Мне, кстати говоря, закрыли первую в Москве поликлинику, которая находится в 400 метрах от моего дома, потому что их главный врач оказывается сейчас на аппарате искусственной вентиляции легких, дай бог ей здоровья. Вот это меня интересует, матч ТВ я не включаю. и спорт, к сожалению, сейчас у меня только на уровне наших с тобой бесед мне очень приятно и на уровне вебинаров общения со спортом как таковым. Ну, видишь, а в 400 метрах от моего дома находится теперь бывший пансионат для пожилых людей, социально сейчас пансионат Заря, в который привозят всех на скорую помощь с мигалками, чтобы проверить нет ли у них чего. Поэтому мы с тобой в равных условиях как и миллионы жителей. Давай каждую неделю оставаться на связи и обсуждать всю вот эту историю, которая когда-нибудь надеюсь приведет к тому, что что-нибудь кроме чемпионата Беларуси все-таки начнут показывать. Максим, спасибо тебе большое. Это был главный международный школа спортивного менеджмента Максим Белицкий. Спасибо. Спасибо тебе большое. До встречи Если раньше вы отрицали существование понятия спортивный менеджмент, то сейчас точно без него никуда. Без него не вернется ни телетрансляция, ни футбольный матч, ни сервис, ни эмоции, вообще ничего. Поэтому нам остается только обсуждать, что будет. Потому что настоящего на данный момент в спорте нет. Каждую неделю спорт день за днем на канале в ютубе будет обсуждать все эти проблемы и надеюсь, они проблем скоро перестанут быть. Подписывайтесь, ставьте лайки и пишите, какие темы вы хотели бы обсудить со мной, Максим Белицкий, в следующих выпусках.